Андрей Асковт. «Как мы с Вовкой». Книга первая. История одного лета. Предисловие. Читает Евгений Смарт. Книга «Как мы с Вовкой. История одного лета» родилась после моей публикации в интернете на одном из ресурсов трех первых рассказов, не претендующих на продолжение. Как мы с Вовкой победили туалетного монстра. Как мы с Вовкой в поход ходили. И как я Вовку лечил. Спустя некоторое время я получил сообщение от знакомого. Почитай. Я ржал. Я перешел по ссылке и попал на свой рассказ. Мне стало интересно, и я поискал в интернете еще упоминания о Вовке. Оказалось, что за несколько дней эти рассказы переопубликовали десятки сайтов, сотни комментариев и один вопрос. Где прочитать продолжение? А продолжения не было. И я понял, что несу огромную ответственность за дальнейшую жизнь этих пацанов. Я собрался с силами и сел писать. Книга давалась легко, ведь основная часть повествования просто всплывала из моей памяти. Именно свою деревню я описывал. И свое детство. Естественно, я добавил некоторую часть художественного вымысла повествования. Иначе как? Желаю вам приятного чтения и море позитивных эмоций от прочтения данной книги. Ведь говорят, что смех продлевает жизнь. Андрей Роскофт Как мы с Вовкой Книга первая История одного лета Глава первая В путь Читает Евгений Смарт Московское солнце уже проснулось, и теплые утренние лучи скользили по стене. Провожали нас с Вовкой в лето нашего детства. Уже не первого, но и еще не последнего. Впереди ожидало два месяца беззаботной деревенской жизни. Жизни, которую я уже попробовал на вкус. И не только, а Вовку. Мне еще предстояло с ней познакомить. Ничего не забыли? Мама окинула комнату взглядом. Задержала его ненадолго на нас. Потом перевела на папу. Как бы спрашивая у него подтверждения. В ее глазах читал с ним мой вопрос. Мы точно правильно поступаем. Двое маленьких детей против двоих пенсионеров. Даже несмотря на то, что они прошли всю войну. Маме было за что переживать. Сомнения ее были не беспочвены. Нет, я, конечно, не возьмусь утверждать, что мы с Вовкой идеальные дети. Но мы всего лишь дети. И определение «идеальные» не могло относиться к нам по определению. Хотя от бабки я слышал, что такие дети попадаются. Но когда нашим родителям выдавали меня, Боженька был сильно занят. Поэтому взял первый попавшийся хлам, Что оказался под рукой, И впихнул в мою голову. И получился я. Такой далекий от идеала. Каков был Вовка, они еще не знали. Так как не были знакомы лично. Но подозревали, Что наивно ожидать чудес от природы. На пороге стояло два больших чемодана. И еще одна сумка с продуктами. Не пойму, Зачем ты опять набрала полную сумку консервов, Колбасы и прочих продуктов? Вместо ответа сказал папа. «Ведь все, что мы не привозим, Отправляется в кладовку. В сундук. Под замок. До лучших времен. Судя по всему, Лучшие времена не планируют наступать. Готов поспорить, Что там еще с Первой мировой Консервы лежат». «Но ты же знаешь, что она обидится, Если мы приедем и ничего не привезем. А так и ей, и мне спокойно», Ответила мама. Я в деревне у бабки с дедом Был уже два раза. Вовка же отправлялся туда впервые. В этом году ему исполнилось пять лет. И родители решили, Что уже можно удвоить, так сказать, Удовольствие от нашего пребывания Для бабки с дедом. Хочу заметить, Что я называю ее бабкой не потому, Что как-то неуважительно отношусь. Нет, просто так ее зовет дед. И я так привык. Но вслух я зову ее Ба. А она меня Сапля. Или Дрищ. Или Глист Псины. Или, в общем, каждый раз по-новому. Но я не обижаюсь, Потому что и она не со зла. А вот просто так. Присядем на дорожку. Мы с Вовкой сели на один чемодан. Папа с мамой на второй. Раздался треск. И чемодан под родителями Развалился на две части. Ну вот, плохой знак. Расстроилась мама, Поднимаясь с пола и собирая наши вещи. Ну, это, как говорят, К гадалки не ходи. Смеялся папа, Лежа на полу. В этом году Их будет двое. Так что Не завидую я твоим Родителям. Через несколько минут Наши вещи переместились Другой чемодан, Который пришлось срочно Отложить у соседей. И мы отправились К ожидающему нас На улице Такси. Ваших-то хоть не тошнит? Поинтересовался водитель, Когда мы уселись. А то вчера Вез с вокзала Мамашу с малым. Ну, вот как ваш. Тут он указал на меня. Так все За дни сиденья уделал. Еле отмыл. И чем только Она его кормила. Как будто Макароны по-флотски. Вон, прямо на том месте, Где пацан сидит. Водитель опять Кивнул на меня. Выезжая со двора. Не переживайте. С нашими Такого не случится. Вы лучше За дорогой смотрите. Мама предыщего Осмотрела место подо мной. Я, конечно, Люблю макароны по-флотски. И тут же Представил себе Тарелку С дымящимися Аппетитными макарошками. Но тут Мое богатое воображение Сделало свое дело. Я вполне реалистично Представил, Как мой ровесник Вчера выложил А содержимое желудка Опять И чтобы больше не проверять Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok